В необычном конкурсе участвуют ученики начальных классов из Канаковского и Калининского районов. Ребятам предложили нарисовать новогодние рисунки и открытки для сирийских детей. Как известно, в этом государстве уже почти 10 лет идет гражданская война. Поэтому подарки от русских сверстников помогут поднять настроение юным жителям этой ближневосточной страны. Конкурс детских новогодних открыток и поздравлений под названием «Мастерская Деда Мороза» стартовал 10 ноября. Его инициаторами выступили Всероссийская организация ветеранов боевое братство и Покровский храм села Тургиново. Местные власти поддержали эту идею. Я наслышан о тех событиях, которые в Сирии происходят. Ну и педагоги-учителя им доводят о том, что все-таки в каких условиях сейчас находятся дети в той стране. И вот такого рода даже сама мысль о том, что кто-то в далекой стране, в такой большой стране, как Россия, заботится и думает хотя бы о них. Я думаю, что это их вдохновляет, наших детей. Как известно, на территории Конаковского района находится филиал главного управления по обслуживанию дипломатического комплекса Министерства иностранных дел. Его руководство помогло с организацией конкурса. Мы постарались привлечь как можно больше местных школ и администрации, потому что эта инициатива была не продиктована политическими какими-то вопросами, а эта инициатива исходила от самих той инициативной группы, которая это предложила. И она была крайне востребована и поддержана всеми, кто об этом услышал. В итоге в конкурсе приняли участие ученики начальных школ Конаковского и Калининского районов. Всего 457 детей. Работы принимались до 25 ноября. Главное условие – новогодняя тематика, доброта и никакой войны. Жюри будет оценивать технику исполнения, качество текста и оригинальность. Четыре победителя получат ценные призы. Вся наша начальная школа будет участвовать и первая новозавидовская школа будет участвовать. Мы постараемся сделать очень-очень хорошие работы, чтобы наши работы детей были отправлены в Сирию и получили, конечно, призы. Будем очень стараться. Поздравления каждой открытки переведут на арабский язык, попутно указав имя автора и адрес школы. Так что русские и сирийские дети смогут продолжить общение и после Нового года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова